Фиксации шины. У нас шины, к сожалению, не новые. Они недавно были новые, но прошло уже много людей. И по правилам иммобилизации при переломах, при любых переломах, мы фиксируем обычно два смежных сустава. То есть если у пострадавшего перелом предплечья, нам нужно иммобилизировать лучезапясный и локтевой сустав. И шина, либо из стабильных средств, либо импровизированная, должна идти от кончиков пальца или от кисти до середины плеча, для того, чтобы вот это было иммобилизировано. И в принципе даже из картонки вполне реально сделать, симпровизировать шину, просто примотать, и это будет нормальная, хорошая иммобилизация. То есть я не знаю, видели вы сейчас современные шины или нет, они реально выглядят как картонки или нечто подобное, очень ненадежно, но для тех, кто привык работать железом, там алюминиевое, да, у нас эти конструкции. Вот, спасибо. Но они реально выполняют свою функцию. То же самое относится к голени. Если, ну, там, кость голени, да, или вот эти лодыжки, то мы иммобилизируем галеностопный сустав, спасибо, и коленный сустав. И у нас шина должна идти от середины бедра, захватом на стопу, да, чтобы стопа не шевелилась и колено не сгибалось. И у нас место перелома будет полностью обездвижено. И намного сложнее обстоит дела, ну, то есть сложными переломами считается перелом плеча и перелом бедра, потому что иммобилизация намного сложнее. Если происходит перелом бедра, иммобилизация, ну, то есть иммобилизирована вся нижняя конечность, и шины должны доходить, ну, то есть идти от стопы с захватом на стопу, да, вот в виде сапожка, по задней поверхности до нижнего угла лопатки, по боковой поверхности, наружной боковой поверхности до подмышки доходить и до упора вниз, и по внутренней, ну, здесь как бы дальше, ну, как бы не пойдет, да, от паха до стопы. То есть мы иммобилизируем поясницу, тазобедренный сустав, коленный сустав, это просто перелом бедра. То же самое перелом плеча. Мы должны иммобилизировать кисть, локоть, плечо и даже, ну, весь плечевой пояс. И шина должна при переломе плеча идти от противоположного плечевого сустава по спине на всю верхнюю конечность. И это, ну, то есть это будет правильная иммобилизация при переломе плеча. Вот. И если имеется вот, ну, вот такого плана шины, мы должны их смоделировать. Я, наверное, попрошу кого-то поменьше. Можно из вас? Ну, просто, да, мне может не хватить длины шины. А удлинять здесь это, ну, как бы еще сложнее, да? Вот. Ну, мы по размеру почти одинаковые. Вот. Но, смотрите, если у вас есть какие-то шины, которые вам нужно моделировать, вы должны производить замеры по здоровой конечности, да? И, ну, допустим, у нас будет перелом вот этого плеча. И я, наверное, все-таки попрошусь вернуться в качестве грубой мужской силы, да? Потому что я, конечно, могу гнуть, но не очень хорошо, да? Да, вот мы замеряем и нужно... Да, только не-не-не-не-нет. Лучше это вот вы померили, потом взяли и согнули под углом 90 градусов. Оно не так сложно, как когда я, мужчины, гнуто, и это кажется вообще легко. Теперь вот здесь, да? Да, а теперь... У вас поломано, вам нельзя. Нет, смотрите, да? А теперь мы-то будем... Вот, мы примерим сейчас. Вот. Что-то маловато. Нет. Нормально. Нет, здесь коротковато или нормально по длине? Ну, тут, наверное, длина просто. Ну, ладно. А, подожди. Можно и до кончика пальцев там ничего. Нет, мы просто немножечко здесь, вот-вот тут немножко закруглим. И нам нужно, с учетом того, что будет это на другой руке, Вот так же будет? Да, только вот, наверное. Вот в эту сторону. Потому что реально оно будет на другой руке. О, сам пострадавший? Да? Не-не-не, здесь будет ваша шея. А тут нужно закругление некоторое. О, как закругление? Да. Вот примерно вот так. Да. Вот. Ну и давайте вы уже будете моим помощником. Мы одеваем пациента в шину. Ключи. Да, наверное, маловато, да, получилось? Давайте перегнем. Да, давайте перегнем, потому что это неудобно. Если... Это проблема, если реально перелом бедра, ой, бедра, плеча, да, все должно быть идеально подогнано. Потому что если чуть больше расстояния, не будет хорошей фиксации. Чуть меньше будут смещаться костные отломки, потому что по длине шина не совпадает и давит. Ну, это основная проблема, почему наши пациенты начинают вопить. Вот. Ну, и вот этот хвост, который свободный торчит, он не должен свободно торчать. Нет, нет, вот теперь нормально, нормально будет. Оно вот здесь, за счет вот этого будет фиксироваться. Вот. И теперь вы берете вот сюда, это там подмышка, да, и вот смотрите, да, я иду от на руку, да, не к туловищу, а от туловища, да. Я просто здесь первый фиксирующий, это общее правило, и потом просто спиралькой пойду наверх. Локоть можно красиво обыграть, я не буду его сейчас, это не обязательно. Вы там, что не придерживаете. И вот здесь. И вот теперь я ухожу на спину, в противоположную подмышку, на плечевой сустав, и начинаю плести колосок. И вы сейчас увидите, давайте я вот так немножко вас поверну, да, я начну закрывать вот эту поверхность шиной. Здесь я буду все время делать одно и то же. Просто подниматься каждый раз чуть выше, вот здесь, да, чтобы закрыть шину. можно мне еще один вид? Кого? Слышно. и так? И в общий закрепляющий надо фиксировать? Ага, пошло в дызу. Нет, не дызу. Ну, просто он тянется, поэтому не так. И в принципе все. А вот так не надо фиксировать? Нет? Нет. Она же там типа поломанная, там же шина. Нет, ну просто вот это все должно быть неподвижно. Чтобы его как раз зафиксировать, нет? Локтевым суставом можете подвигать? Нет. Вот этим суставом можете подвигать? Нет. Вот, вот в этом задача. Да, чтобы... Могу его полностью расслабить. Полностью расслабить. Можете расслабить руку. Да, и как бы она ничего не висит. И не... Смотрите, ну как бы фишка в том, что... Ну, часто, когда пытаются иммобилизировать любыми, или подручными, или табельным и средствами перелома плеча, получается проблема, что нагружается конечность вот здесь, в области перелома, а не разгружается за счет того, что плохо. Если бы я делала не вот эту, ну как бы оно здесь даже так фиксировано у меня, потому что я ее сзади, на спине закрыла. Если бы я домотала вот только сюда, и потом колечко вот здесь делала, оно бы не держало, и вот эта часть бы все время пыталась уехать туда, и конечность бы перекошенная была. Мне бы, ну, мышцы бы не расслаблялись, и у человека... Ну, даже мы обезболились, сделали даже травматол. Вот. А человек говорит, ну, мне без ваших уколов и без шины было намного комфортнее, чем до того, что вы мне помощь оказали. И проблема в том, что не полностью привязывается шина. Вот. Я понимаю, что шины у вас нету, я просто хочу, чтобы вы знали общие принципы, потому что это, ну, как бы положено знать. Вот. Но я вас сейчас попрошу сделать колоссовидную повязку. Она не сложная, она все равно может вам пригодиться при вывихах, при повреждении каких-то... А, еще я хотела сказать, да, вот Дезо мы накладываем любое, любая часть верхней конечности, да, предплечье, плечо, ключица, но перелом ключицы опасен, ну, очень опасен вообще.